Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 1, вопрос 408. Если дети не верят в Бога и включают телевизор, а живут в одной квартире с нами, как быть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не приведи Господи к такой беде. Сирахова, 16 глава, 4 стих. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Давида, 3 глава, 6 стих. Итак, твори со мною, что тебе благоугодно. Повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю. Ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышал живые упреки и глубока скорбь во мне. Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную, и не отврати лица твоего от меня. Притчи, 10 глава, 1 стих. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Притчи, 17 глава, 25 стих. Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей. Сирахова, 3 глава, 12 стих. Сын, прими отца твоего в старости его, и не огорчай его в жизни его. Сирахова, 30 глава, 13 стих. Таразаконие, 20 глава. С 18 по 21 стих. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего, «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. «И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Попытайтесь уговорить их пощадить вас и не включать, когда вы молитесь или когда отдыхаете. Перевернуть все не удастся, но, может быть, найдется где-то уголок в их сердце и в квартире, где бы вы могли уединяться. «Сподобил Бог меня поговорить с учительницей старенькой моей усохшие черты, гастрит, артрит, мать трех погибших в пьянке сыновей. Мы встретились у входа в здешний храм, копейки проходимцам подавала. Припоминаю, древний Авраам, Бытие 17 глава, Лукаш 16 глава, кормил ненаркоманов из подвала. Она учила нас, раскрывших рот, что Бога нет ни ангелов, ни черта. В полдома у нее большой портрет. Там Сталин, Ленин, партбилет потертый. Она гордится до седых волос тому, как многих доброму учила. Обворовал ее один прохвост, теперь пришла к церковному кадилу. Той похвальбы, разрушенных семей, варье и пьянь сгорели все до срока. Туберкулезники из тюрем шлют ли ей плоды патриотических уроков? С оглядкой прежней липнет у стены, княжонки у киоска выбирает. От стажа в партии, от ставки сатаны, открещиваясь, жмется ближе к краю. Ей не вдомек, плоды ее растут. Гусинский, Чубайс и Березовский. В ней с Марксом Энгельском местечко есть Христу. В душе я верила, не атеистка вовсе. Ее плоды из глав администраций, начальников пузатых сволочных, дорвавшихся к свиным корытам власти. Лука, 15 глава, 15 стих. В бесплановые планы дней ночных. Ее питомцы не дают им пенсий, лишили льгот, да по делам же вам. Другой такой страны не знаю. Песню учила петь по буквам и слогам. Да пелась, кукарекает у храма. О, Господи, не дай ей помереть, рыдать и каяться. Как видно, ей не рано Евангелием душу разогреть. 14 мая, 2002 год. Игнатий Лапкин.